Когда соцветий много о завязи нет, огородники начинают предполагать, что выбрали не тот сорт или гибрид. Но сегодня мы разберемся, в чем может быть причина и как решить данную проблему. Почему не завязываются плоды у томатов, огурцов и других растений? Первое. Температура в теплице или открытом грунте. Для любых растений благоприятны условия, когда температура не имеет резких перепадов. К сожалению, у нас она может днем подниматься до плюс 35 градусов, а ночью опускаться до плюс 12. Также усугубляет ситуацию высокая влажность в ночной период. Для растений это стресс и, как итог, плоды будут завязываться плохо. Благоприятная температура для завязывания плодов примерно плюс 20-25 градусов. Второе. Недостаток или переизбыток питания. Если у вас растения не получают питания или, наоборот, вы дали слишком много удобрения, то подобная реакция также бывает. Золотое правило. Все должно быть в меру. Особенно это касается минеральных подкормок. Никогда не давайте их на глаз. Следуйте инструкции. Третье. Нехватка или избыток влаги. Как вы уже заметили, на любые крайности растения реагируют отрицательно. Например, есть мнение, что поливать томаты надо раз в неделю по 7-8 литров. Но редкий и обильный полив приводит к растрескиванию плодов. Поэтому мы рекомендуем поливать чаще, но в меньших объемах. Четвертое. Загущение посадок и неудаление пасынков. Если растения не формировать, то они уходят в ботву и тратят много сил на наращивание зеленой массы. Поэтому своевременное удаление пасынков способствует завязыванию плодов. Но это касается индетерминантных сортов и гибридов. Как помочь растениям завязывать плоды? Даже при соблюдении вышеперечисленных пунктов я помогаю своим культурам дополнительно. Уже известный и любимый помощник гумооткалия биоресурс, в линейке которого есть средства именно для эффективной завязи. Сразу признаюсь, что биоресурс использую не только для томатов и огурцов. Им я обрабатываю все культуры – перец, баклажаны и даже цветы. У него просто шикарный состав, который как раз нужен растениям в этот период развития. Это и калийные соли, гуминовых кислот, цинк, медь, магний и другие полезные вещества. Помимо того, что он способствует улучшению завязывания плодов, еще предотвращает опадание цветков, а в дальнейшем увеличивает урожайность. Для некорневой обработки необходимо на 10 литров развести 10-15 мл гумооткалия и опрыскать растения один раз в 15 дней. Это очень экономно. Приврести биоресурс можно в магазинах, а более подробную информацию найти на официальном сайте производителя «Чебаркульская птица». Надеюсь, наши рекомендации были полезны. Желаю вам богатых урожаев и здоровых растений. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok